Учить стихи Милый, почему ты обожаешь так весну? И почему совсем не спишь, Все про цветы в лесах твердишь? В твоих глазах блестит заря, В них отраженье вижу я, В них теплый день, В них блеск грозы И цвет красавицы весны. Ты улыбнулся мне в ответ, В году прекрасней время нет, А мне давно уж не до сна, Ведь рядом ты, а ты весна. Много лет Елена руководит Литературным клубом «Гармония». Ко дню поэзии в читальном зале Библиотеки организовали небольшую выставку. Здесь представлены сборники Произведений участников клуба разных лет. Анатолия Новикова, Который был его создателем, Юрия Хомалинского, Елены Гелёвой И многих других творческих людей Северского района. Есть и сборники со стихами Елены Залезецкой. Для неё самой поэзия стоит в одном ряду С фундаментальными видами искусства. И как в любом из них, Поэзия рождается из чувств. Поэзия – это состояние души поэта. Но как сказал великий русский наш гений, Поэт Александр Сергеевич Пушкин, Поэзия должна быть немножко глуповата. Потому что не нужно настраивать себя, Что нужно чётко чеканить По каким-то математическим правилам Слоги, звуки, слова, Чтобы они звучали. Нужно добавлять изюминку. А что такое изюминка? Изюминка – это вот и есть то состояние, Которое поэт передаёт в своём творчестве. При любом настроении, В любой жизненной ситуации Елена советует читать поэзию И при желании писать. Поэт живёт в каждом. Нужно лишь не бояться показать его миру, Выразить то, что лежит на сердце. И не беда, если ваш альтер-эго Не солнце русской поэзии, А некто значительно скромнее. Пишите, творите, не бросайте, Рифмуйте, радуйтесь этой жизни, Пусть вас вдохновляет солнце, небо, Тем более такое прекрасное время года, Как и весна. И не верьте никому, Что вы пишете плохо, Или у вас что-то не получается. Просто пишите. Иосиф Бродский, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Евгений Евтушенко И многие-многие другие Классики и современники. Читайте поэзию, Вдохновляйтесь поэзией, Живите ей, Ведь поэзия — это и есть наша душа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова